Девушки отдыхают 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 Здесь мы должны смотреть на подростка, на ситуацию, что происходит у него сейчас. Это может быть какая-то гормональная перестройка, да, это может быть желание стать лидером. То есть мы всегда анализируем ситуацию, что здесь и сейчас произошло, и что могло ещё повлиять на формирование. Знаете, мы очень часто когда говорим про, например, буллинг в школах, я всегда вспоминаю, в интернете есть картинка, когда на мужчину накричал начальник, мужчина накричал на жену, жена на ребёнка, да, ребёнок, ну, кота, и там вот две развязки. Либо кот просто ушёл и настал в тапки, да, либо мышь повесилась, потому что кот достал эту мышь. Развязка. Да, здесь этот же момент, что предшествовало тому, что ребёнок это сделал. Возможно, там что-то дома. Возможно, ребёнок и заявлял, что родители, поговорите со мной, да, у меня проблема. Я очень часто родителям говорю, вот, ребёнок приходит, мам, мне нужно с тобой поговорить. Мама стояла там спиной, мыла посуду, говорит, да-да, говори. Ребёнок не будет говорить. Он такой, да нет, всё нормально, ну, ему нужен контакт глазами. Поэтому мы всегда в своей работе анализируем, что произошло, почему и что было до этого. Скажите, а вот когда отсутствие внимания, там ещё что-то, то есть я просто как-то анализировал немножко в ходе подготовки к передаче, то есть собирал информацию и, собственно, нашёл то, что как раз неблагополучные семьи, и дети в них растут, то есть они как раз более как будто бы приспособлены к жизни, ввиду того, что они цепляются за эту жизнь, потому что им нужно самим добиваться, там доставать и так далее, и так далее. То есть а вот дети, которые как раз в достатке, у них там мысли в разные стороны, то есть и как-то вот по-другому это всё устраивается. Бывает так, что вот дети из неблагополучных семей, например, из алкоголизированной какой-то семьи, они сами никогда не притронутся к алкоголю. Это, конечно, не прям большинство, но очень много таких случаев. Дети видят, в какой ситуации они росли, они не хотят такого же и для себя уже в дальнейшем. То есть на контрасте, да? Да, и если они попробовали, например, уже нормальную жизнь, когда там ушли из семьи выше, там учебный или колледж, неважно, но если вот уже перестают жить, чувствуют эту вот нормальную жизнь, они к ней, конечно, привыкают уже. Это реально контраст большой с тем, что было до и что сейчас. И дети стараются уже потом, когда становятся взрослыми, стараются очень сильно отгородить и себя, и свою семью, и своих детей от того, чтобы такого не было. Тогда, знаете, я бы хотел немножко коснуться группы риска. Есть ли они? То есть или всё-таки вот тот портрет, он, ну, такой некий вот абстрактный, да, что попасть может любой совершенно человек из любой семьи, там, подросток, ребёнок. Или всё-таки есть какой-то портрет, который нам говорит заранее о том, что да, здесь возможны какие-то негативные последствия. Мы чаще говорим про маркеры, которые могут повлиять, чем про портрет. Потому что есть моменты, когда все говорят, ну, слушайте, нормальная семья, нормальный ребёнок, почему он это сделал? Как же так, да? Да, 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 как же так, почему? Поэтому здесь говорят, что это именно вот такой портрет. Нет, здесь мы говорим маркеры. Вот есть ряд маркеров, с которыми мы работаем, с которыми мы знакомим преподавателей, родителей. Что может послужить? Резкая смена настроения. Весёлый-весёлый ребёнок, здесь он загрустил, он там в апатии, постоянно лежит на диване, либо в спальне с закрытыми шторами. Упадок сил, да, я устал, я ничего не хочу, да, мне ничего не нужно. Смена аппетита в одну или в другую сторону. Возможен такой вариант, когда дети очень долго ходили в какой-то кружок, секцию, здесь резко прекратили ходить, всё, мы не хотим. Снижение успеваемости. Мы очень часто, особенно когда говорим про буллинг, это один такой вот из маркеров, когда ребёнок-отличник, его начинают в классе травить, и чтобы этого не было, он скатывается. То есть я не буду успешным, у меня не будут обещать внимания. Дальше это раздача личных вещей. То есть ребёнок что-то собирал, коллекционировал, здесь начинает раздавать. То есть какие-то такие проявления нетипичные как раз для этого ребёнка. Да, да, да. Смена имиджа. То есть очень резкий такой уход. Что ещё можно включить? Ну, фразы. Когда что, я устал от всего, скоро всем станет легче. А если бы меня не было, вы бы все были счастливы, у вас бы не было проблем. Ну, вот такие фразы. Млюсом ещё уход в зависимости. То есть из благополучных как раз-таки вот прям тут опять тот же самый контраст. Ребёнок никогда к этому не притрагивался. А тут внезапно от него начинает там пахнуть алкоголем или сигаретами. Приходит он, например, как-нибудь, ну, в таком не очень состоянии. И вот насчёт портрета спрашивали. Из неблагополучных семей дети могут вырасти благополучно, но мы не должны их никогда исключать. То есть и там тоже могут дети обратно в это же уйти. И, в принципе, нужно смотреть, ну, тут уже такой совет родителям, что нужно смотреть, они же знают своих детей. Они знают, кто из них насколько устойчивый психически. То есть как он справляется со стрессом. Как он, например, насколько он эмоционален. Очень подвержены вот дети слишком эмоциональные. Дети с неустойчивой психикой, которые вот от любого стресса могут как-то уйти в апатию или ещё в какое-нибудь состояние. Такие дети вот, которые... Им тяжело противостоять окружающему миру. Вот они наиболее... Тогда, знаете, вот хотелось бы немножко коснуться такого, как вот подросток в принципе, да? То есть мы вот сейчас говорим о тех маркерах, как будто бы, когда ребёнок там меняет вот свой там статус от, ну, вот ребёнка к юноше и так далее, и так далее. То есть получается, вот как не допустить, скажем так, смешения вот у родителей, которые нас сейчас смотрят, да? Которые говорят точно, вот у моего ребёнка значит вот такая какая-то вот сложность, угроза и так далее. То есть где нормальность, то есть нормальный подросток, который развивается, который социализируется там как-то и так далее. И вот где обратная реакция, что да, нужно бить тревогу и что-то с этим делать. Или в принципе бить тревогу в принципе как бы вот, ну, не совсем правильно, а нужно потихонечку как-то включаться в его жизнь, в его там дела и так далее. Вот насчёт последнего включаться в жизнь. Самое важное это, когда ребёнок родился, всё, надо включаться в его жизнь, а не так, что мы его ведём в какой-то момент, потом он в садике, в школе, а потом мы получаем подростку, у которого проблемы. И мы думаем, а где же мы накосячили? Хороший ребёнок. С рождения нужно вести ребёнок. Пора включаться, когда он нам помогает. Да, я поддерживаю здесь Богдана, когда приходит к нам на консультацию, спрашивает, ну вот, ей 16 лет, я хочу с ней поговорить, а она со мной не хочет разговаривать. Где же ты выводишь? Я спрашиваю, у вас давно это началось? Она говорит, нет, ну вот я пришла к ней, я говорю, подождите. В 8 лет разговаривали, она такая, ну так она маленькая, в 8. Я говорю, в 10 лет разговаривали, она же ребёнок. Я говорю, то есть вы в 16 пришли поговорить со взрослым человеком? Она такая, да. Я говорю, а до этого что было? Ну да. Ну то есть момент, что да, мы включились, и, наверное, действительно мы выключились, когда вот есть такой термин сепарация, да, когда ребёночек начал от нас отделяться, там, 18-19 лет, вот он от нас отделяется, он уже говорит, да, и вот, всё, спасибо большое, тогда мы потихоньку, да, отступаем. И при этом, простите, перебью, родители, бывает так, что в возраст, когда ребёнок должен отделяться от семьи, они не хотят этого. Да, они наоборот, держать начинают. До этого они предоставляли, может быть, слишком много свободы, как бы, невзаимодействие с ребёнком, и когда вот он должен потихоньку отделяться, потому что уже подходит возраст, они такие, а нет, мы хотим, давай-ка ты с нами, побудь с семьёй, побудь с нами, проведи с нами досуг, а ребёнку уже этого не надо. Поэтому, да, вот основное, это профилактика, это вот перед тем, как заводить детей, нужно быть готовым к том, что ты будешь с этим ребёнком до 18 лет. Как минимум. Да, как минимум, в особенных таких отношениях, когда ты должен его слушать, должен ему помогать, эмоционально сопереживать. Это всё очень важно, а не так, что мы забрасываем ребёнка на период какой-то, а потом хотим, чтобы он наслушался и с нами разговаривал. Я бы ещё, знаете, хотел немножко коснуться более детально такого понятия, как деструктивное поведение или деструктивные проявления. Те маркеры, которые обозначили, это то, что уже вот как-то, ну, те самые флажочки, когда нужно что-то вот предпринимать и делать. А вот, в принципе, вот это деструктивное проявление или поведение. То есть они в чём проявляются? То есть что такого неправильного? А что такое нормально для подростка? Давайте вот так вот. Ну, давайте говорить, когда подросток наносит вред себе. Это может проявляться по-разному. Например, порезы на теле. Это вред себе, и что-то происходит, то есть почему-то происходит. Ребёнок не может прожить какую-то эмоцию, либо ребёнку очень больно, и ему нужно до конца это прочувствовать. Очень часто такой момент, с которым мы сталкиваемся, особенно у мальчиков, потому что мальчика воспитывают всё-таки в системе «не чувствуй», когда ему говорят «не плачь ты мужчина», «мальчики не плачут», то есть подсознание у него формируется «не чувствуй», ты не можешь чувствовать, а ему больно, ему как-то это нужно прожить. Соответственно, это вот порезы, да. Либо когда ребёнок начинает, подросток, вымещать свою агрессию на ком-то. Когда мы говорим про буллинг в классе, когда мы говорим про постоянные драки. Даже самое элементарное, когда ребёнок нарушает дисциплину в классе, это привлечение внимания. Заметьте мне, пускай это будет негативно. Ну, хоть как-нибудь привлечь себе внимание. Ну, хоть как-нибудь, хоть покричите на меня, дайте мне сигнал того, что я есть, я здесь, я живу, да. Я не какой-то там невидимый, да, прозрачно несуществующий. Дайте мне хоть какую-то эмоцию. То есть всё, что направлено на вред себе и вред окружающим, да, пожалуйста. Тогда, знаете, вот отчего вообще происходит вот такая вот ситуация, когда ребёнок уходит в такие какие-то крайности? То есть с чем, как правило, это связано? Вот сказали уже, может быть, какие-то стрессы, нетипичные ситуации. А вот на что обратить внимание, я имею в виду даже с нашим зрителем и особенности родителям, да, то есть чтобы в те критические моменты больше внимания уделить своему ребёнку, там, как-то вот обезопасить его. То есть вот что такое может быть триггером? Именно, триггер в окружающем чём-то, да? Да, да. То есть что вызовет такую вот нетипичную, что ли, деструктивную реакцию? Смотрите, если это подросток, это в первую очередь гормональные изменения у ребёнка происходят. Он перестраивается, его организм перестраивается. Поэтому эмоциональная часть личности их, она очень такие серьёзные изменения претерпевает. И любое влияние негативное или чрезмерно позитивное на эту эмоциональную сторону, оно может привести к этому. То есть это могут быть стрессы, это могут быть конфликты, это может быть какое-то, даже обычно одно негативное слово в сторону подростка, у которого, например, есть какие-то особенности сейчас не в развитии, а именно вот в перестраивании организма, оно уже может его привести к чему-то. Это могут быть обиды, могут быть стрессы, например, сниженная успеваемость, если у него трудности есть какие-то в семье, и тут внезапно ещё и на учёбе он тоже может к этому привести. Любая ситуация может стать триггером. Мы не говорим, что нужно быть чрезмерно нежными и как-то оберегать, полностью оберегать подростков, они через что-то должны точно пройти. Но вот хотя бы в семье, если говорим родителям, что от них зависит, то вот этого негатива, стрессов, их нужно, если не избегать, то хотя бы по минимуму. Потому что в этот момент, когда у ребёнка перестраивается и организм, и вообще вся личность в целом, ему нужно... Ну это как лепить глину. Если что-то извне будет негативное, то и то, что получится, оно получится изъемно. Примеси будут не очень, да? Да, обязательно. Поэтому и нужно, чтобы были адекватные условия для формирования личности в конкретно в этот момент и без каких-либо вот этих негативных примесей. Здесь родителям нужно быть наблюдательными. Ну вот мой пример. У меня дочке, 11 лет. И для нас объятие в семье — это нормально, всё хорошо. Но если она ко мне просто подбегает, обняла, я такая, малыш, всё хорошо? Она такая, да, и убегает. Я понимаю, что-то, что-то где-то происходит. То есть потом уже чуть позже, вечером перед сном, я сяду и с ней поговорю. То есть уже звоночек был, да? Да, да. То есть вот эти вот такие не... Чаще там молчаливы, когда ребёнок подошёл, обнял, постоял, погрелся и ушёл. Но родитель сразу вот расцвёл, его обняли. Такой момент часто у нас родители, к сожалению, когда приходит ребёнок домой, первая фраза — как дела в школе? Ну да. Самая первая. Я рекомендую, спрашивайте, как ты? Угу. Классно. У тебя всё хорошо, всё нормально? То есть как именно ты? В школе? В школе может быть всё, что угодно. Да, да, да. А в душе совершенно разные вещи. У тебя всё хорошо. А уже потом, через пару часов, когда он отдохнёт, отойдёт, покушает там, сделают уроки, спроси, слушай, там в школе всё нормально, да? Тебе нужна какая-то помощь, поддержка? Без осуждения. У нас, к сожалению, почему часто дети уходят на улицу? Потому что на улице не критикуют. Угу. Вот этот корон... Принимают и понимают. На улице не кричат, не обзываются. Да, да, да. И нет коронной фразы, а я же тебе говорила. Да. Да, да, да. Классик. Это сразу. Да, ужас. А я же тебе говорила, так не делай. Вот Богдан правильно сказал, что детям нужен определённый опыт. Если мы берём и анализируем даже самих себя, вот мы с Богданом только разговаривали этот момент, в одиннадцатом классе для нас экзамены это было страшно. Когда мы вышли на защиту в институт, это нам показалось ещё страшнее, верните, пожалуйста, экзамен. Да, сейчас те, кто защищаются, говорят, что им страшно, а я смотрю на свою работу и думаю, верните, пожалуйста, мне мою защиту. То есть, приобретая опыт, мы начинаем, мы ищемся, да. И тогда уже на ситуации похожие мы реагируем по-другому. И вот если про взаимоотношения с подростком, он ещё это не прошёл. Взрослый прошёл уже в разы больше, чем он. Он может делиться опытом, но не в качестве каких-то нравоучений или, не знаю, лекций. Просто поделиться опытом порой это очень полезно. То есть, как вариант, да, получается для действия? Да. Сказать, например, вот подросток столкнулся с какой-то, ну, например, вот у мальчика с девушкой проблемы. Если отец подойдёт и скажет, слушай, у меня была такая же проблема. Да, мне тоже было тяжело. Смотри, как я это сделал. И можно вместе с ним порассуждать, как он может сделать. И тут одновременно мы попробовали решить проблему и наладили контакт доверительный. Это вот к вопросу о том, что делать сейчас, если до этого было вот это упущение в взаимоотношениях. Можно сейчас даже вот в каком-нибудь 16-17 лет попробовать заново всё это сделать. Ребёнок будет очень благодарен за то, что вместе с ним, не за него, а вместе с ним попробовали решить какую-то проблему, поделились опытом, и он ещё понимает, а батя-то у меня, оказывается, такой же был. То есть, если где-то косячил, то, значит, ну, хотя бы понятно, в кого я. И с отцом можно там пошутить, поговорить о чём-нибудь. Он сразу понимает, что отец — это не какой-то другой человек, который приходит там, уходит на работу, а приходит лежит на диване. То есть так же здоровый, живой человек со своими ошибками. Да, 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 абсолютно. Который так же косячил, который со своей личностью. И потом уже ребёнок начнёт понимать, а отца-то, может быть, увлечение, поделится увлечениями. Отец такой классный, давай я тебе покажу, что я делал, ты покажи, что ты делал. И вот таким образом можно сейчас уже даже в более поздний такой период наладить с ребёнком контакт влёгкую. Здорово. Здесь тот момент, что часто мы говорим родителям, ну и детям, подросткам тоже, родителями. Вот мы не родились взрослыми в возрасте 30 лет, 40 лет. Мы это всё проходили, но мы, к сожалению, это всё забываем. И когда я выступаю перед родителями, мне говорят, подростки сейчас другие. Я говорю, слушайте, как хорошо, что мои родители не посидели, пока росла я и мой старший брат. Потому что сейчас то, что я вижу с подростками, ну... Ну да, да, да. Ну как мы это всё проходим. У нас такой пример есть с девочками, когда я работаю, и девочка говорит, вот мама меня не понимает, да. И здесь же мамы сидят, вот девочки, вот так, и вот так, и вот так накрасятся, и вот так оденутся. И я всегда вспоминаю, где-то у меня был класс седьмой, я очень сильно хотела ходить в короткой юбке, мама запрещала. Мне бабушка говорит, Тань, покупай юбку на резинке. Я говорю, в смысле? Она говорит, ну твоя мама, когда ходила в школу, на резинку подворачивала, юбка становилась короткая. Вот как, юбка превращается. Да, я когда прихожу, говорю, мат, тут вот бабушка сказала, она такая... Бабушка? Отдевай брюки. Ну то есть как бы я понимаю, что мы это всё проходим. Мы проходим, как Богдан сказал, да, вот эту первую влюблённость, но мы забываем об этом. Мы проходим проблемы с родителями, но мы забываем об этом. И мы сразу приходим, ну я взрослый, я опытный. Но мы собрали этот опыт. И вот детям тоже нужно, вот как ожерелье, собрать вот эти вот бусинки опытные. Это только наш опыт, это не то, что мы должны навязывать там свои... Плюсом, не столько позитивным опытом нужно делиться. Потому что, да, вот как Татьяна Сергеевна сказала, мы уже взрослые, у нас есть какой-то опыт, но у нас были и косяки, у нас были ошибки, их было много. И детям важно знать, что родители тоже ошибаются, что родители не идеальны, что они, может быть, чего-то не знают. Потому что он начнёт расценивать родителя как обычного своего человека. Ну да, а то иначе, получается, родители идеал некий, да, он такой весь неправильный. Да, да, из-за этого может быть конфликт. Вот эти вот фразы, а мы в твоём возрасте, а вот у меня, когда такого возраста... Сразу опускают всю самооценку. Да, здесь такой ещё момент, очень важный для родителей. Родители хотят, чтобы дети делились эмоциями. При этом я спрашиваю родителей, а вы делитесь? Зачем? Ну да. Я говорю, слушайте, как вам может ребёнок что-то отдать, если он от вас не получил какой-то пример? Я могу постучаться к своему ребёнку в спальню и сказать, Аню, можно я тут посижу рядышком, просто посмотрю на тебя, я соскучилась. Анка, ну сиди. Я сижу минут пять-шесть, она говорит, ты посидела? Хватит, мама. Я такая, слушай, я сегодня так устала. И начну я просто рассказывать, что не сильно критичное, что было. Она такая, да, вот знаешь, у нас сегодня вот так было, и она начинает со мной делиться. То есть нет такого, что ты придёшь к ребёнку и скажешь, ну рассказывай. Да, да, да. Он тебе скажет, что всё нормально. Конечно. Сначала мы должны дать и показать ребёнку, что это нормально делиться. Я вот хотел бы ещё немножко вот как раз углубиться в этот аспект правильного воспитания, потому что какие-то идеалы вот сейчас, они, ну вот как-то их не особо видно. То есть очень размыто, вот это вот какая-то идеальная картинка или там, ну улучшенная что ли картинка. И получается так, что вот мальчики не плачут, кто-то говорит. Кто-то наоборот жалеет тут же, там ещё что-то. Вот где брать тот самый идеал, самое главное, да, и как воспитывать, ну или может быть там не надо даже воспитывать, некоторые даже и об этом говорят, что типа ведите себя как ведёте, и всё, дети возьмут с вас. Ну, то есть что вот здесь? Тут такой момент, который я всегда транслирую родителям. Относитесь к ребёнку так, как вы хотите, чтобы относились к вам. Если вы кричитесь, вы позволяете себе кричать на ребёнка. А вам будет приятно, если на вас накричат? Какие вы эмоции испытываете, да? Есть родители, которые поднимают руку на ребёнка. Я говорю, слушайте, ну найдите себе, пожалуйста, равного. Да, конечно. И вот момент воспитания для меня, это самовоспитание, прежде всего, родителя, когда я сама себя воспитываю в отношении к своему ребёнку, и тем самым я ребёнку показываю, что вот такое отношение, оно нормальное, оно приятно мне и будет приятно тебе. Причём оно складывается с мелочей. Я не могу требовать от ребёнка чистоты в комнате. Если я сама пришла, вещи кинула куда-нибудь, да, там носки в одной стороне, блузка в другой стороне, обувь стоит неровно, да. Я не могу требовать от неё, чтобы она пошла помыла свою обувь, если я не мою свою. И я не могу ей сказать, Аня, не сиди в телефоне, при этом я сама сижу в планшете. Нет, я не могу требовать от неё того, что не делаю я сама. И здесь приставка «Я взрослая» — нет, она не будет работать. Ребёнок считывает с нас. Это вот одинаково, как мы говорим, например, про курение. Когда приходит родитель и говорит, у меня ребёнок курит, скажите ему, что это плохо. Я такая по запаху чувствую, говорю, вы курите? Она такая, да. Я говорю, знаете, это плохо. Она говорит, знаю. Продолжаю. Я говорю, что я должна тебе описать вашему ребёнку? Ну да, конечно. Что для него взрослый, его значимый взрослый курит. Поэтому начинаем с себя всегда. Ну и вопрос об идеальной семье. Родителям нужно понимать, что никогда не будет идеально. Ни ребёнок, ни они, ни семья, ничего. Не нужно бояться косячить. Не нужно бояться где-то с ребёнком в воспитании допустить ошибку, упущение какое-то, недосмотреть. Если потом это как-то отработано, всё хорошо. Опять же, отработано должно быть, ну, как-то, наверное, мягко и доверительно. Да, не нужно, что если допустили косяк, или ребёнок допустил косяк, сразу всех собак сорвать и на себя, и на него нет. Нужно вместе подумать, как в следующий раз сделать лучше. И в любом случае, с первым ребёнком, со вторым, неважно, с каким, будут косяки. Сто процентов ничего не бывает идеального. Даже вот Татьяна Сергеевна доставрать в жизни у психолога, в семье психолога бывают косяки, и это нормально. Мы сами не идеальны, и мы не можем требовать от детей и от нашей семьи того же идеального. Ну и да, нужно следить в первую очередь за собой, и вот небольшой такой психотерапевтический момент. Нужно при взаимодействии с ребёнком наблюдать за собой, и потом наблюдать за своими родителями, и вспоминать, как они воспитывали. Потому что очень часто, практически всегда, мы в свою семью переносим то, как воспитывали нас. Ну да. Вот, например, мой личный пример. На меня мама кричала часто, я очень сильно люблю, всё нормально. И я сам начинаю за собой замечать, что иногда бывает у меня повышается голос. Проскакивает, да? Да, проскакивает. И нужно за собой это отслеживать и менять, чтобы те моменты, которые в своей семье были какие-то, ну, реально позитивные, их оставлять негативные, как-то убирать. И наблюдая за собой, за семьёй, можно в свою семью уже привносить очень много всяких адекватных вещей. И возвращаясь к теме всё-таки деструктивных проявлений поведения, да, то есть вот где те самые ситуации, ну, может быть, ситуации риска их назвать, да, то есть где ребёнок может зацепить что-то вот такое вот нехорошее, что называется, да, и вылиться, это там какие-то последствия будет иметь не очень благие. То есть какие ситуации? Это улица там, это там друзья, это вот что? Или это интернет, и вот что с этим связано? Тут такой скользкий момент. Нельзя во всём винить всех вокруг, но и в семье тоже не всегда бывают себя виноваты. Во-первых, да, нужно смотреть, что идёт из семьи. Если там какие-то взаимоотношения как-то нарушены или транслируется это самое деструктивное поведение, да, возможно, ну, даже в большинстве случаев он будет оттуда перенимать. Плюс улица. Не всегда родители могут контролировать ребёнка. Хорошо, если это какая-то хорошая компания или там одноклассники, всё замечательно. Но если не доследить за ребёнком, я не говорю о тотальной слежке, но если местами не доследить, и ребёнок попал в какую-то неблагоприятную компанию, да, он может оттуда что-то взять. Интернет, ну, это такое дело. Каждый в интернете кто-то может найти что-то деструктивное, кто-то что-то положительное. Это такая вещь, где нужно тоже... Ну да, как нож, да, что называется. Да, нужно понимать, где ребёнок находится, с чем контактирует, и тоже очень адекватно и грамотно вести. То есть не полностью запрещать, но не полное дозволение. Тут из любого, даже, казалось бы, самого такого благоприятного, радужного места можно что-то плохое вынести. Нужно смотреть, как ребёнок к этому относится. Нужно следить за том, как его воспитали. То есть даже благоприятной компанией, если позовут... Ну, неблагоприятной, позовут курить в этой компании. Ребёнок, который воспитан правильно, он не захочет курить. Ему и не надо этого. Ну да, да. А в обычной благоприятной ребёнок сам может стать инициатором. То есть тут всё взаимосвязано. И с каждого, если так комплексно рассматривать, из каждого нужно увидеть что-то позитивное и что-то негативное. И если негатив, то понимать, как это влияет на ребёнка, и как этот ребёнок, конкретно, например, вот у любой семьи, вот как мой ребёнок может с этим справиться. Дал ли я ему какой-то ресурс, как противостоять этому? Или дал я ресурс, чтобы ребёнок позитивно как раз-таки забирал? Для меня здесь вот несколько тоже таких моментов. Это развитие критичности мышления у ребёнка вне зависимости от возраста. И если, например, мы говорим про именно Челябинск, у нас очень много бесплатных организаций, муниципальных организаций, которые проводят тренинги для подростков, которые формируют как раз-таки все вот эти вот жизненноустойчивые позиции. И второй момент — это доверие. Доверие к ребёнку, чтобы ребёнок не боялся прийти домой и сказать, «Ма, у нас проблемы». «Ма, помоги», а не так, что он что-то произошло, и он боится сказать, потому что попадёт ещё дома. Да, я, например, тоже очень часто говорю ребятам, что, знаете, ребят, не всегда ваши родители хотят на вас кричать. Иногда это крик — это такая первая защитная реакция родителя, чтобы словить сигнал, а всё ли в порядке. Потом они уже успокаиваются и начинают разбираться. Но, к сожалению, именно вот эта первая реакция крика ребёнку показывает, что мне небезопасно здесь, я не могу это сказать. Работая, например, в детском приюте, я спрашиваю у детей, «Почему не пришёл к маме?» Говорят, чтобы она орала. То есть он уже заведомо понимает, как это грязь. Я знаю, что я сначала получу, а потом, да, она поможет. И я думаю, а за смысл мне получать? Я лучше прям молчу. И тогда, знаете, вот немножко к контролю. То есть то, что уже Богдан немножко озвучил, то есть всё-таки стоит ли, например, проявлять тот самый контроль где-то даже, может быть, в личных вещах, ситуациях и так далее. То есть некоторые там вплоть до того, что проверяют мобильные телефоны, с кем, когда, зачем человек общается. Во всём нужно иметь, вот чувствовать баланс. Вот этот вот контроль за личными вещами и за личным, да, вот телефон, личная жизнь ребёнка, ну, это такой тоже вопрос. Что-то, да, безусловно, нужно контролировать. И до какого-то определённого возраста. Например, лет до 12-13 телефон ребёнка, он как бы там ещё пока нету чего-то такого, что можно скрыть от родителей. Он, в принципе, пока делится чем-то с родителем. Но когда наступает возраст уже переходный, 13-14 бывает, 12 лет, всё, телефон ребёнка — это телефон ребёнка. Ну, его зона такая. Да, и в первую очередь, да, Татьяна Сергеевна сказала, доверие нужно с рождения, вот прям с первого взаимодействия с ребёнком формировать доверие. Тогда, если что-то ему покажется странным и где-то он не сможет что-то сделать, он сам обратится к родителю. И родитель должен демонстрировать ребёнку, во-первых, что доверие есть, во-вторых, что есть свобода, и в-третьих, что да, хоть он, ну, он, в принципе, взрослый, он может помочь с чем-то, с чем сам ребёнок не может справиться. Поэтому баланс и не нужно вот этого чрезмерного контроля. И, как я уже говорил, что подросток должен где-то косячить, он должен с чем-то не справляться сам. Но если сформировано доверие, то ребёнок пойдёт к родителю, с ним поделится и уже совместно с ним придумает пути решения. А чрезмерный контроль — это там, где ребёнку уже неприятно, когда там вот как-то проверяют, спрашивают, задают какие-то вопросы? Вот я сейчас вернусь к моменту. Будет ли нам приятно, если, например, мой муж насчёт проверять мой телефон? Там ничего нет, там всё хорошо, да? У меня была ситуация в консультировании, когда женщина приходит, говорит, у меня конфликт с сыном. Я говорю, что произошло? Она говорит, я захожу к нему в спальню, начинаю убираться у него в шкафу. Я такая, стоп, подождите. Ну да, нормально. Давайте начнём разбирать. Сыну 15 лет. Я говорю, первый момент вы постучались. Я такая, зачем? Я говорю, я правильно понимаю, он может тоже зайти к вам в спальню. Спокойно. Она такая, нет, это моя спальня. А это его, она говорит, это моя квартира. Я говорю, а спальня его. Я говорю, он попросил вас убрать в шкафу? Он говорит, нет, там всегда грязно. Я говорю, подождите, он вас попросил? Он такая, ну нет. Я говорю, правильно я понимаю, что он может зайти к вам и спокойно залезть в ваш комод и там посмотреть что-то. Он говорит, зачем ему это? Я говорю, а вам зачем? Ну, у него бардак, я говорю, это его бардак. То есть, есть момент, что мы делаем, мы поступаем так, как мы хотим, чтобы поступали с нами. Если мы говорим про более младших детей, например, самое простое, вот мы недавно тоже разбирали ситуацию с коллегой. Программа по отслеживанию детей, где ребёнок. Мама хочет установить, а ребёнок против. Ребёнку 10 лет. Как можно поступить? Есть, так скажем, урезанная версия, где мама может просто отсматривать маршрут, где ребёнок. А есть полная версия, где она ещё может и слушать, что происходит. Я у неё спрашиваю, что тебе важно? Она говорит, ну, мне важно знать, где он находится. Я говорю, ну так и скажи ему об этом. Скажи, что, Миш, мне важно знать, где ты, поэтому давай мы поставим вот эту программу. Я буду только смотреть твой маршрут, потому что ты забываешь мне отзвониться. Я переживаю. А иногда бывает, я очень сильно занята по работе, я не могу тебе позвонить. Пожалуйста, чтобы мне было спокойней. Здесь очень важно признать момент. Это для меня, для моего спокойствия. Давай мы поставим тебе эту программу. Миша спокойно соглашается. Миша знает, что мама не нарушает его личное пространство. Поэтому мама знает, где находится Миша. Ну и вопрос, если уже на более старший. Да, и сами компромиссы, это очень классный вариант. И чтобы подросток сам отзванивался или сам сообщал что-то. Вот опять-таки, чтобы не подумали, что у меня мама тиранка, которая только на меня кричит. Нет, у нас с мамой была договорённость в моём подростковом возрасте, что когда я куда-то ухожу, я ей говорю, куда, всё, она знает. И я там иногда ей звоню, чтобы она не волновалась. Всё, этого достаточно для подростка, для того возраста. Этого было, ну, прям хорошо. Ну да, то есть договорились, правила некие, да. То есть установили все. Обязательно. То есть и подросток сам говорит, что с ним происходит. В случае чего я знал, что я могу позвонить там, и всё спокойно решится. И она тоже не беспокоится, знает, где я. Потом уже, конечно, со временем этого контроля всё меньше и меньше, потому что, ну, приходит понимание, что чем старше ребёнок, тем больше должен ответственности на себя брать. Если научить ответственности. Опять же, мы возвращаемся к такому главному тодовее. Да, подросток может обмануть, да. И когда произошло то, что подросток обманул, я очень часто говорю родителям о том, что не осуждайте самого подростка. Не ты плохой, да, а плохо то, что ты сделал. Поведение, да? Да. Вот поступок, который ты совершил, вот поступок плохой. И мне обидно за этот поступок, да. И да, я могу, например, я могу сказать своему ребёнку, что, малыш, мне сейчас обидно, и я хочу минут 15 побыть сама с собой. Ну, чтобы я на тебя не накричала, потому что мне нужно прожить мои эмоции. Вот я сейчас ухожу к себе в спальню на 15 минут, и я прошу тебя не трогать меня в этот период. То есть очень важно ребёнку сказать и показать про эмоцию, что мне больно, мне обидно, я переживаю. Мне вот очень понравилась такая идея, да, сравнение, опять же, ребёнка со взрослым, когда вот действительно полностью доверяешь и знаешь, что тебе также доверяют полностью, то есть даже нарушать это доверие-то не хочется. Да. То есть получается там вот такая... Это важно, когда и родитель делает так же. У нас как-то вот мы затрагивали тему финансов с детьми, да, очень такая болезненная тема для детей, когда родители говорят, да, я тебе потом куплю. И это потом никогда не наступает. Я всегда родителям говорю, что если вы... Вы либо говорите, что я тебе куплю это 15 ноября, например, да, или нет, малыш, я не могу тебе это купить, потому что... и объясняем почему. Почему? Очень часто сказать фразу «нет денег» у ребёнка начинается такой конфликтный момент, а вот здесь мы вот это купили, и вот это мы купили, в смысле «нет денег». Здесь нужно очень чётко понимать, что вот конкретно на вот это денег нет. Я же могу сказать своему ребёнку, что малыш у нас на продукты есть, а вот купить тебе очередную игрушку — нет, нету. Это, кстати, очень классно предупреждает воровство дети, потому что, например, если видят, что что-то покупаются, типа мне сейчас не дают, значит, я, может быть, наказан, деньги есть, могу взять. Поэтому да, тоже нужно всегда обговорить в любой момент с ребёнком. И это к вопросу, например, из тех истерящих детях, которые в магазинах, там, на людях. Важно до похода в магазин с ребёнком обговорить, что вот мы можем, что не можем, и в самом магазине, если он начнёт внезапно так, тоже спокойно с ним сесть и поговорить. Поэтому вот с ребёнком нужно вести себя не прям как со взрослым, но показывать, что мы к тебе относимся с уважением, с доверием. Ты, конечно, не взрослее нас, и, в принципе, да, мы опытнее, но мы к тебе прислушиваемся. Мы тебя слушаем, мы знаем, что... Ну, по твоим словам, мы знаем, что ты чувствуешь, что ты думаешь, и мы готовы с тобой вместе всё это разбирать. Вот здесь, говоря про, например, часть деструктива, как детские кражи. И очень часто кражи ведь начинаются с маминого кошелька. Да-да-да. Там 100 рублей, 50 рублей, какую-то мелочь. Да-да-да, конечно. Потому что ребёнок открывает кошелёк, он видит деньги. Либо он видит карточки. Иногда дети не чувствуют... Вот ситуация была, когда ребёнок взял 5 тысяч и раздал друзьям, и там сладости купил. Я всегда спрашиваю у родителей, семейный бюджет вы с детьми вместе распределяете? Дети знают, сколько уходит денег на оплату коммунальных услуг, там, кредитов, ипотеки, сколько уходит на продукты? Зачем они маленькие? Я говорю, поймите, дети должны понимать, что вот столько-то процентов тратится на вот это, столько-то на те же коммунальные. А вот столько там, например, пускай условно каждая семья сама определяет, а вот 500 рублей или 100 рублей, вот это для ребёнка, вот это его, вот эту часть ему выделили. А то, что лежит у мамы в кошельке, это строго, сугубо, например, маме на месяц на дорогу. Ребёнок должен это знать и понимать. Просто на словах нет, ему нужно показать, что у нас есть вот столько, и мы вот так это делаем. И делать это нужно, ну, лет с 4-5. Ну, то есть потихоньку приобщать вот к этой, опять же, финансовой грамотности, да? Причём очень много всяких книг, которые для каждого возраста ребёнку что-то объясняют про половое воспитание, про вот финансовую грамотность. Очень много родителям просто нужно посмотреть, поискать, самим почитать, подумать, подойдёт, не подойдёт для ребёнка. И уже вместе с ним можно даже спокойно вместе почитать и что-то, если ему непонятно, объяснить. Главное – взаимодействие с ребёнком, это основа. Здесь момент, что иногда родителям бывает стыдно. Да, да. Стыдно о чём-то говорить. Ну, например, у меня есть часто такие запросы. Я не гинеколог, да, но когда мама приходит и говорит, поговорите с моей дочкой о половом воспитании. И я понимаю, что есть какие-то родительские зажимы, какое-то родительское воспитание, которое наложило на табуирование этой темы. Я говорю, хорошо, давайте. И здесь очень классно, что родители понимают, что он не может, но он знает, что он может обратиться к специалисту. Здесь важно родителям понимать, что не стыдно прийти к специалисту, сказать, помогите мне, пожалуйста, выстоять вот эту часть диалога с моим ребёнком. Потому что в чём-то я могу быть недостаточно компетентна. Чего-то я могу не знать, а что-то мне будет просто стыдно говорить об этом со своим ребёнком. Хотя, опять же, такой вот момент. Знаете, ещё вопрос какой? То есть некоторые пытаются выстраивать так отношения со своими детьми, как вот на равных, что называется. То есть не отец, там, мать и ребёнок, а именно вот, ну, как типа друзья. И вот насколько это правильно, неправильно, да, потому что как раз вот я немножко вникал в тему, говорят о том, что это не рекомендуется. То есть родитель должен быть родителем. Родитель, он, у родителя ответственности больше. Вот когда и Богдан говорил про чувство взрослости, да, о том, что ребёнок взрослый, мы говорим дозированно согласно возрасту. Например, в 9 лет ты взрослый, чтобы пойти в магазин за хлебом, но ты ещё недостаточно взрослый, чтобы поехать на другой конец Челябинска самому. То есть уровни взрослости мы прописываем. И да, родитель, мы с детьми на равных, но на ступеньку выше. И ребёнок должен понимать, что я чуть старше, я чуть выше, потому что ответственности у меня больше. И это важно ребёнку проговаривать и доносить. Да, мы с тобой очень много можем обсуждать, да, и мне приятно, что ты со мной это обсуждаешь. Хотя, например, я знаю, как бы я не выстраивала свои взаимоотношения со своим ребёнком, например, тему мальчиков она будет обсуждать с подружкой, но не со мной. И да, это будет нормально, это будет естественно. При этом я знаю, что вот эту ответственность я несу, она моя, и мой ребёнок тоже это знает. Что я чуть главнее, я готова слушать, я готова слышать, я готова прислушиваться и в нашу семью вносить какие-то её решения, но последнее слово будет за мной. Ну и в вопросе, например, бывает так, что обратно повернётся, вот, кстати, как сформировать доверие с подростком, в его интересах, которых, например, он варится, а родители не понимают, нужно будет признавать родителю, это очень сложно, нужно признать, что ребёнок там будет повыше. И если мы говорим про взаимодействие с ребёнком в каких-то там, в его стихии, где он разбирается, а мы хотим пойти к ним на контакт или хотя бы приблизиться к его жизни. То есть можно принять, да? Да, нужно принять чуть-чуть вот эту позицию, что тут мы немножечко не разбираемся, дадим ребёнку где-то там порулить. Ну да. Ну и равноправие в некоторых моментах должно быть, вот опять-таки в вопросах интересов, в вопросах каких-то совместных там деятельностей. Да, ребёнок знает, что родитель там взрослый, он ответственный и всё такое, но если мы говорим про совместное какое-то времяпровождение, тут и можно чуть-чуть побыть на равных, чтобы ребёнок отдохнул душой и телом. Не чувствовал ту нагрузку, что родитель тут сидит. Да, и вот так вот взаимодействуя на равных иногда, ребёнок будет это получать в небольшую дозу. И вот немножко давайте коснёмся такого, как вот школа, там, госучреждения, вот этот внешний фактор, то есть насколько он влияет, потому что многие говорят, да, школа вот во всём виновата, она такого сделала, вот мы всё время на работе, и нам как бы вот где вот он. Конечно, он в школе больше всего времени проводит, а остальное там с друзьями. На друзей даже мы можем повлиять, но то, что происходит в школе, мы не видим. Вот что здесь делать и как правильно выстраивать систему? Знаете, я сейчас очень рада, что, исходя из последних постановлений, у нас со школы снимают обязанность воспитания. Это очень классно, потому что я всегда считала, считаю и буду считать, что воспитывать должен родитель, должна воспитывать семья, там, семейные традиции, семейные ценности, но не школы. И я рада, что наконец-то школа будет просто обучать детей, а воспитание вернётся к родителям. Школа — это сложно. Да. Школа сложная и сложно всем. Потому что, представьте, в классе 30 человек, они все разные, абсолютно по-разному воспитанные, с разными ценностями, и они учатся там взаимодействовать. И учитель, но учителя бывают разные. Мы не можем сказать, что они все плохие или они все хорошие, они все разные. Но опять же, каждого хватить из этих 30 учеников, это сложно. И я была в своё время учителем, да, и когда мне говорят, что для учителя все дети равны, нет. Нет. Я когда учила студентов, вот эти вот лапочки, они вот это отвечают, они такие классные. А вот он там сидит на последней парте, нет, как психолог, я постоянно себе, там, дёргала себе за ниточку, что у него происходит, почему он молчит, да, и потом пыталась выстроить дорожку. Но когда ты работаешь 30-40 лет, что-то замыливается, да, либо когда ты очень молодой, специалист, ты весь на энтузиазме, ты весь говоришь... Только себя слышишь и видишь, да? Да. Поэтому школа, да, что-то школа формирует. Но тут момент вот критичности мышления. Я недавно услышала такую классную фразу от преподавателя, которая говорила и говорит своим ученикам о том, что оценки — это не отражение вас хороших или плохих. Оценки — это способ показать вам, где вы достигаете успеха. Да, да, вот здесь ты был классный, вот здесь молодец, значит тебе вот это легко, а вот здесь тебе нужно поработать чуть больше. И мне-то очень понравилось. Мне понравилось, потому что, например, я уверена, это моя личная позиция, что оценка очень субъективна. Она не бывает объективна. У нас сегодня ребёнок выспался, он пришёл, рассказал, он молодец. А следующий раз он шёл в школу, его там машина обляпала, он пришёл расстроенный, он подготовился, она не может ответить. И здесь уже другая оценка, и учитель говорит, ты меня сегодня разочаровал. Поэтому для меня школа — это вот болезнь. В словах у нас полминутки. Если говорить про вот влияние на деструктивное поведение, мы должны понимать, что ответственность распространяется на всех. Не только семья виновата, не только интернет или не только школа. Мы не то, что виноваты, мы все несем ответственность за то, какой ребёнок, как мы на него повлияли, потому что на него влияем все мы. Поэтому для того, чтобы предупредить вот это деструктивное поведение, нужно во всех социальных институтах наблюдать за тем, как именно идёт взаимоотношение с ребёнком. И когда придёт всё это к более-менее адекватному виду, тогда и можно будет говорить о том, что идёт тенденция на снижение этого деструктивного поведения. Понял. Спасибо вам огромное за встречу. Вам спасибо. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok